так в общем тема у нас на сегодня такая интересная тема у нас на сегодня чак поэтому будет много теории будем спорить о том о чем спорили в интернете сколько да вот вопрос к вам ко всем сразу сколько у человека чак странно вроде как там где вы бывали там информация просто 8 уже нет уже не 108 они не оттуда значит уже отменили значит значит уже отменили потому что там уже одно время одно время уже было 100 сколько их на самом деле и что мы вообще такое в общем меня это давно заинтересовало ну я начал катать более меня так учили что все нужно все во всем всегда нужно сомневаться все всегда нужно докапываться до истины ну по возможности я понимаю что до нее докопаться наверное надо не одну жизнь потратить ну и в общем я начал копать и шелк таким интересным результатом во первых оказалось что сейчас мы переживаем очередную из волн моды на эзотерику то есть эзотерика периодически становилась модной потом ходила в любытие ее заменяла какая-нибудь политическая мода мода на капитализм либо еще на что на коммунизм да и так далее вот и вот само понятие чакр появилась и распространилась европе еще при самой первой волне эзотерики двадцатого века в эту первую волну появилась пирожи прежде всего появилась теосовская школа что такое теосовская школа знаете что такое кто такая мадам плавацкая вот в общем появилась мадам плавацкая где-то она там лазила по азии долгое время потом приехала из азии и написала большую книжку большую книжку 9 томов а доктрину потом что-то там изида и в общем на свою изида она написала потом еще кучу пояснений и и ученики до сих пор пишут пояснения на ее пояснения ну и так далее вот там все сложно ну самое интересное что на то же самый спас мадам плавацкая тоже повлияла потому что она повлияла на который максим исчез куска когда я у него был на курсе он нам принципе рассказал что свое время убрал и прямо от руки переписывал в ее книжке никакой другой литературы в конце восьмидесятых начале девяностых особо эзотерической не было и в общем то понятия чакрах изначально распространялась благодаря вот этой самой теософской школе в первую очередь в первую очередь там был такой чарльз вот он написал одну из таких первых книжек он насколько я помню если я не ошибаюсь при этом был еще и англиканским священником поэтому подошел основательно то есть поехал в индию послушал индусов но так как он все равно был британцем к индусам и к этим всем йогам он относился как уже не обезьяна но еще не человек вы его понятие такое поэтому учиться в принципе их у них надо вот но внутреннюю суть его все равно никуда не денешь никуда не переделаешь все равно это у него присутствовал поэтому он написал понятия о семи чакрах в большей степени основываясь на свои личные изыскания и на свои как это называется свою личную практику то есть его книжка его понимание семи чакр в большей степени это какие-то его личные откровения то что он там выходил в астрал и где-то там подсмотрел послушал почему-то там в астрале кто-то учить позже был другой англичанин джон будров он же артур авалон и вот этот англичанин уже большей степени основывался на трактаты по тандре он неплохо владел санскритом он все это дело имел возможность перевести и у него это было уже более близко к той традиции индийской тибетской то есть он имел доступ к каким-то текстам у нас это все дело переводил и переносил у него было всего 6 то есть он описывает уже 6 при этом именно вот он начинает привязывать чакры к нашим железом и к нашим нашей гормональной системе что в принципе довольно таки интересно и скорее всего правильно то что это правильно вы посмотрите сами сегодня будем насматривать чакры прежде чем с ними поработать потом мы с ними поработаем посмотрим чем это все и закончилось надеюсь все останутся живы никто тут с ума не сойдет вот ну идем дальше относительно тех же чакр самих индусов самих индусов чаще всего доступа к священным текстам нет самих индусов доступ есть к брахманам которые должны все поясни как у нас свое время библия была написана на каком-нибудь непонятном языке типа старославянского либо там на западе на латыни почему потому что простой народ только приходит к священнику и священник трактует рассказывать что там написано шумные люди там написали то же самое в принципе и у индусов санскритом владеют далеко не все санскритом владеют только брахман поэтому и опять же не у всех брахманов есть доступ к тем самым интересным книжкам в основном это доступ к книжкам которые которых описано правила как надо жить сколько нас там надо какому богу вокруг какой горы обойти и так далее вот ну и опять же к примеру если вы посмотрите старое индийское кино в свое время его часто покажут 90-х годах в конце 80-х то есть довольно таки да вспомните хотя бы в одном индийском фильме хотя бы одного йога с повязкой головы на вот такого классического йога практически никого не вспомните потому что они почему-то не снимают странное явление есть наши туда трутся табунами свое время ехали для того чтобы духовности этой набраться а там уже там на месте почему-то этого не так это распространено как у нас у меня когда-то была знакомая которая это в течение года работала ну и жаловалась она здесь она занималась йогой приехала в деле говорит за год не смогла найти тренера по йоге для того чтобы заниматься йогой нужно ехать в пинджаб в нагуа то есть вот в те штаты там есть там море просто преподаватели йоги причем большая часть европейцы и не какая-то и какая-то незначительная часть индусы то есть все хотят индусского но найти трудно деле вообще невозможно все это связано с чему я рассказывал про англичан и когда вообще широко распространение той же самой йоги в этой вот нашей европейской искореженной интерпретации и тех же самых чакр произошло где-то в районе 60-х годов в районе 61 на западе у нас конечно в шестидесятых годах была такая группа виттлз и вот их солист джон лэнон очень сильно увлекался всей этой восточной мистикой и в общем-то первым кто вновь поехал в индию за духовностью уже после войны после войны было минуту самый же приехал к индусам и говорится где у вас и у вас тут чакры давайте мне крутите мне чакры давайте мне повышайте духовность хочу по горам ходить как по небу просветление хочу причем срочно но индусы его на какое-то время отвлекли ли дать посунули им там травки грибочков ты пока мисс покушай мы узнаем что это такое потому что мы сами мы сами пока не в курсе все у тех же индусов ну не те как одна из бывших английских колоний куча родственников индусов уже самой австравной британии и родственникам быстренько побежали спросили что это такое это тот европеец приехал хочет от нас каких-то чак он от нас хочет им быстренько посуетились выдали книжки все того же битера вот ну и пошло пошла вторая волна то есть индусы начали учить европейцев по европейским же книжкам поэтому сейчас когда забиваешь в интернете чакры вам вылазит схема 7 чакр классических по цветам ну и так далее то есть с описанием жестко все регламентировано шаг лево шаг право простые принципе мы это тоже будем использовать потому что это тоже интересно и там есть доли истины но вы должны понимать что любом случае ни в коем случае нельзя опираться на догмат нужно обязательно все это исследовать от того что там где-то в книжке написано что чакр 7 это не значит что их 7 нужно понять шукать самому шукать вашу дело можно что-то и найти можно ничего не найти самое трудно это найти черную кожу черную кошку в темной комнате еще труднее если это дело в том что мы отличаемся мы отличаемся по национальности мы отличаемся физиологически мы отличаемся цветом кожи кто вам сказал что на энергетическом уровне мы все одинаково вот у сам самое интересное что у самих у самих индусов у самих индусов чакра изначально это было такое оружие бога ширы был когда-то такой сериал ксена принцесса воин кто-то видел кто-то не видел и у нее там было такое оружие такой диск металлический которая накидала и вот диск потом всем всем голову срубал а потом прилетал обратно круглый бумеранг вот этот вот диск это есть на самом деле чак бога ширы то есть вот она вот так в индуизме вот это вот чакра это вот этот вот это уже чакрам это изначально это уже будешь то на что мы будем опираться то на что мы будем опираться понятное дело что нам это не подходит оружие бушевый нам как-то где мы их дешево у нас рук поменьше и цвет кожи как-то не не синий тогда мы будем опираться на то что чакра это свечение от желез внутренней секунды я уже много раз упомянул на разных курсах разуме это дело про говарива сахасра сахасра здесь будут чакры название русская здесь будет железа которая соответствует чему она может соответствовать нет у нас есть там ножичок гипофиз гипофиз это такая интересная железа которая регулирует все остальные она в принципе одна из таких самых глав медики у нас сегодня есть сегодня нет гипофиз а более того он неоднородный то есть это не какая-то такая вот шишка он имеет разобретение ну и он как бы если бы мы могли управлять системе гипофизом мы бы взяли под контроль полностью свой организм в плане гормона мы бы могли вытворять действительно очень интересные вещи как мы им помнится со своим тело ну то что мы умели бы летать не факт был進 woo BB или проходить сквозь стену да ну-ка бегать мы могли бы намного быстрее дышать мы могли бы намного эффективнее жить мы могли бы столько в а сколько мы действительно хотели бы мы могли бы остановить процессы старения и так далее то есть там действительно огромный резерв там действительно очень много всего заложено но мы этим не владеем этим мы это контролировать не можем следующая штука как называется аж на чак или как еще третий глаз третий глаз все то же самое все те же самые индусов там но только у них у всех третий глаз находится на самом деле перес находится задачи эпифиза очень интересную эпифиз отвечает за сон он вырабатывает более того эпифиз это рудоментарный действительно глаз по сути это глаз который не до развился у нас и так и остался железой в принципе это глаз действительно у нас 3 но он находится не здесь более того более того это уже такая теория некоторых из моих учителей теория одного из моих учителей о том что то есть как мне это рассказывали как не это преподавали что свет имеет сразу же две формы это одновременно волна и частицы и вот волну мы воспринимаем глазом а частицу мы воспринимаем лбом которая и свет бьется об лоб и какими-то там вещами передает это все дело в третьем глаз то есть в принципе третий глаз есть следующая у нас идет вишу это горловая чакра горловая чакра что у нас здесь чирик щитовидная железа но важно щитовидной железы думаю рассказывает при этом она действительно связана с горлом во многом она связана с горлом и часто когда я покажу ауру многие говорят что у вас лучше всего видно вот здесь лучше всего видно вокруг горло но это видно только на курсе лучше всего здесь потому что только на курсе я так много разговариваю в повседневной жизни я так много говорить не могу то есть она действительно связана с горлом по ее функции большинству известно следующая у нас идет грудная чакра анахата вилочковая? да это то что называется вилочковая железа вилочковая железа тоже одна из таких самых интересных одна из наиболее интересных одна из наиболее интересных это то что наши сейчас пресловутые шизотерики у нас есть ромная шизотерическая тусовка и вот все ходят и начинают раскрывать анахату все ходят и начинают раскрывать анахату аджину раскрывали лет 15-20 назад было модно всем ходить и раскрывать третий глаз и все ходим а теперь все ходят и медитации с гонгом с бубном с камнями с водой с чем хочешь в общем тебе главное тебе раскрыть анахату у кого-то это получается у кого-то слава богу не получается почему слава богу потому что любая гиперфункция если мы понимаем что это связано с железой то любая гиперфункция любой из этих чакр приводит к чему? к гормональному сбору то есть человек который ходит и у него все-таки получилось раскрыть эту самую анахату он какое-то время действительно любит весь мир ну опять же любовь ко всему миру это любовь ко всем но не любовь ни к кому конкретному то есть убивать за мир во всем мире собраться всем хорошим убив всех плохих это вполне нормально да при этом через какое-то время через какое-то время оно не способно работать постоянно в таком режиме всех людей через какое-то время она просто отказывается работать в плане свечения она перестает светиться она перестает быть вот такой вот раскрытой она схлопывается как железа она начинает атрофироваться быстрее И у человека начинаются депрессии, у человека начинаются болезни, после того, как пару лет походит всех любя. В этом плане был такой неплохой сериал «Небеса обетованы». И вот там была такая группа амуров, и вот у них там были револьверы, которыми они там, ну уже вместо стрел у этих амуров были револьверы. И вот он говорит, что умер один из таких вот любвеобильных, который любил весь мир, который хотел полюбить весь мир. Говорит, ну вот представь себе, вот у меня одна пуля, то есть любовь это действительно как пуля, когда человек действительно кого-то любит, это полная отдача. Человек, который любит весь мир, ну не хватит, рано или поздно он, ну не святые будут. Может, у кого-то есть слепых, это может, а большинству, большинству это тяжело. В общем-то, как железа, как железа, ну я недавно в группе выставлял, да, много, кстати, у меня привилочку, вот почему-то очень много попадалось информации именно про нее. Она обеспечивает нам иммунитет. В общем-то, основная ее функция это вырабатывать... То есть она, ее задача, вот, ее задача, территроциты вырабатывать, посылать в костный мозг. То есть от нее много чего донесет. При этом, по большей степени, по большей степени, она с возрастом у нас аттрафируется. То есть у женщин после первых же родов, у женщин быстрее, у мужчин, ну по-разному, но тоже в основном, она костенеет. То есть если у женщин она превращается в жировой комок, у мужчин она просто костенеет. Ну и к годам 45-50, то есть там уже ничего не было. Мы уже никого не будем. А? Мы уже никого не будем. А мы уже не способны никого впустить в свое сердце. Да, ну, правда. Разные вещи. Разные вещи. Разные вещи, совершенно разные вещи. Это никак не связано с любовью. В общем-то, привязка к сердцу, она произошла за счет смешения индуизма и буддизма. У буддистов тоже есть понятие о чакрах. Я про него сейчас тоже расскажу. У них их вообще всего не четыре. Слава Богу. Причем одна тайная. Они не заболачивают. Главных три, главное вот сердце и там еще несколько. Одна тайная. Где она находится, никто не знает, но тоже, скорее всего, возле сердца. То есть, ну, мода на любовь. Опять же, возвращаемся все к тому же самому Элтону Джону. Ой, это там Джон. Я сказал. Гляд, ну что такое? Джон Леннон. А? Джон Леннон? Джон Леннона, да. Джон Леннона, после которого прошла мода на хиппи. Ну и тоже там любвеобильная, да? Ну, как Элтон Джон, только они вообще всех любили. Если тот специализированный, то эти вообще всех хиппи любили. Вот. То есть, определенного рода мода. Ну и туда уже, раз оно в области сердца, значит, это любовь. При этом, что самое интересное, что, в принципе, сердце имеет тоже немало нервных окончаний. В общем-то, мы действительно можем думать часто сердцем. Это второй мозг. У нас их всего три. Но об этом чуть позже тоже. Это уже больше не к чаклам, это уже больше другого. Далее. Далее. Женя, что у нас там дальше? Да, не буду. Майкура. 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 Креба? Да. Майкура. А ничего? Как искал, наверное, нет. Да, нет. Майкура. 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 Что она, ее функция? Ну вот, в классическом понимании, что дает раскрытая манипура? Действия. Деньги. Она отвечает за действия, она отвечает за деньги, за успех. Вот, человек с раскрытой манипурой, весь из себя такой успешный и так далее. Только за счет того, что вот он себе там раскрыл чакру и ходит с раскрытой чакрой, и к нему денег на магнит липнут. Просто с неба валится, он идет, а за ним дождь из дня. И они знают, как от них убежать. И он весь из себя такой пробивной и так далее. С чем оно может быть связано? С живым. Нет. Немножко другое. В плане гормонов, что нам дают надпочечники? Питание мозга не дают. Питание мозга. Много чего дают. В принципе, любая железа, у нее очень большая функция, они все друг с другом связаны, и они друг друга дополняют. Самое главное, что у нас здесь есть, это гормоны стресса и гормоны дистресса. Вот того, как вы будете реагировать на стресс, очень много чего зависит. Вы можете в стрессе скукожиться, спрятаться под кровать и всего бояться. Можете идти вперед на баррикады. Что, в принципе, редкость. Опять же, один из них шутил. Знаешь, какие были слова последние у Матросова, который амбразуру закрыл в голой Грузии? Вот, блин, подскользнул. Человеку это не свойственно. На самом деле, нам более свойственно спрятаться, либо сбежать от опасности. Человек с открытой манипурой, это такой псих, который от опасности не бежит и на нее нападает. И в этом у него все получается. Для этого человека любой стресс превращается в дистресс. Любой стресс для него полезен. Он делает из него выводы. Причем моментально делает выводы. И моментально всю эту ситуацию использует в свою пользу. То есть, есть адреналин, есть норадреналин. Много гормона, которые могут быть. Либо стрессированы, либо дистрессированы. Человек, нормальный. Когда вы ходите по углям, часть уже ходила, да, у нас. Что получается? Вы учитесь стресс, переводите в дистресс. То есть, стресс становится для вас уже никаким стрессом. То есть, вы учитесь преодолевать себя. Большинство практик, направленных на воспитание духа, именно духа, то есть, внутримостержни, они работают с этой вещью. Кроме того, это чакра касты. Чакра. Буйна. То есть, воин это такой псих, который не боится сражаться, не боится преодолевать кризису. Вот, но это уже такое понятие. Изначально воин это тот, кто брал дубинку и ходил, убивал других таких же дурачков с дубинками, которые ему попадались. Что опять же человеку не свойственно. Я, когда занимался рукопашным боем, было очень интересно, когда приходили новенькие. Особенно те люди, которые никогда ничем не занимались до этого. И, когда их ставили в спарринг, они не могли ударить другого человека. Особенно в лицо. Даже в перчатках. Ну, у нас перчатки были такие тонкие, каратешные. Вот. И ударить другого человека в лицо. То есть, можно было, просто в такого человека можно было встать и просто стоять. Он действительно хочет, он пытается. Но первое время у него не получается, он промазывает мимо головы. То есть, у нас это настолько глубоко. Не причинить другому человеку... То есть, у нас внутренний запрет на убийство себе хорошее присутствует. Ну, опять же, думаю, многие слышали про эксперимент, да, где изучали, кто выживает и кто наиболее активен во время боевых действий. И оказалось, что самыми лучшими воинами оказываются психопаты. То есть, им по барабану. Они как бы и в простой жизни могут взять нож и всех порезать. Но в плане боевых действий, это вообще универсальная машинная убийство. Он не думает. У него нет этого запрета. Большинство солдат, особенно первое время, стреляют просто по областям. То есть, не прицельно. Ну, потом они там себя переламывают. Психопатов никогда нету потом после этого проблем. То есть, от того, что он убил человека на войне, у него потом нету какого-нибудь афганского синдрома, чеченского, донбасского, кто-то еще. Он приходит ему по барабану. Вот. Опять же, действия все того же самого. Все то же самое. Далее у нас что идет? Садхи слабых. Как оно, кстати, правильно пишется? А? Как оно правильно пишется? А что все равно? Я этим. Индийским идешим не владею. Чего там записать? Сколько я изучал, так ни разу и не выучил. Я же на санскрите писать не могу. Что она делает? Удовольствие. Как чак? Кланит. Она принимает. А? Часто это как, которая принимает. Которая принимает? Нет, она не только принимает. Хорошо. У кого-то она принимает, у кого-то она принимает. У кого-то отнимает. У кого-то дает. Да, да. А группа варяйте. Удовольствие в принципе есть. Приятие. Это я группам не физическое направление, а принимает энергию. Эта энергия, которую принимает человека, а потом я готов под этим группам. Угу, все человека принимают люди. Ну, я говорю об этом именно. То есть, ее задача что-то принимать. Это наша поджелудочная железа. Наша поджелудочная железа. Тоже очень важная вещь. Тоже очень важная вещь. Потому что человек это такое, ну, самовосстанавливающаяся, саморегулирующаяся, самообучающаяся система. Это биохимический реактор, который работает на натуральном топливе. То есть, в первую очередь, на еде. Ну, понятное дело, кислород, ну, и на еде. Поэтому, когда мы принимаем еду, мы способны дальше жить. Ну, и опять же, от того, какую еду мы принимаем, мы можем либо не можем вырабатывать какие-то гормоны и так далее. То есть, тоже очень важная вещь. Далее. Муладхара. Муладхара. Задача Муладхара. То, что я изучал, это пространство. Освоение пространства. Выживание. Ну, буду говорить, я делюсь уборку, это значит, в Муладхаре все хорошо. Ну, такой, бытовой момент. Выживание. Выживание. Хорошо. Что еще? Нет? Давайте. Ну, при этом даем мы по-разному. Это наши половые. Ну, у мужчины это. Рички, у мужчины, ричники. В том числе и за выживание. В том числе и за выживание. Какой у нас есть такой гормон, который больше всего помогает выживать? Ну, к примеру, мужчина. Совершенно верно. Мужчина без тестостерона, это женщина. А там, кстати, на химическом уровне, там буквально чуть-чуть меняется. Ну да, буквально чуть-чуть. Тестостерон, бестероген меняется быстрее, чем наоборот. Потому что мы, в принципе, изначально, то есть у трубы матери, мы изначально, как бы, на этих вот, куда мы там еще, в зябликах, мы все женщины. А потом происходит мутация. Все вываливается. И мы превращаемся в мужчин. Вот. И при этом у нас жуткая потребность в этих самых, в этом самом тестостероне. Если бы не было тестостерона, мужчина бы вел себя, как кастрированный кот. В принципе, спать, жрать. Да, спать, жрать. Ну и так далее. И клоточку. Идеально. Клоточку нужно будет привлечить. Мне кажется, в принципе, сейчас большинство мужчин так и жирно и кастрировали, и они в этом просто не знают, что они кастрированы. Да. Отчасти многих и кастрировали. Причем продолжают это делать. Продолжают это делать. Что это значит? Что это значит? По-разному. Во-первых, воспитание. То есть, не проявление агрессии. То есть, мальчикам запрещают быть мальчиками. Девочкам разрешают быть девочками, и в них это культивируют. Иногда быть мальчиками. И тяже. Да, и еще. Мальчикам сейчас им не запрещают, а сейчас им не объясняют, что такое быть мальчиком. Не объясняют в том числе. Не объясняют по той простой причине, что объяснять просто-напросто некому. Потому что, к примеру, уже в принципе даже мои деды, да, это уже были мужчины, воспитанные в однополых семьях. В однополых семьях. Из-за войны. Да. То есть, в однополых семьях. Что ты так смотришь? В однополых семьях это там, где две женщины воспитывают. Бабушка и бабушка. Выражение однополых семьях в наше время. Однополая пара, однополая бабушка. Нет, просто поколение. В неполных семьях, скажем так. Это да, это однополое поколение. В неполных семьях, потому что их отцы ушли воевать и многие не вернулись. Многие вернулись, но не туда. В другое гнездо. Где упал, там и пригодился. Вот. Поэтому, во-первых, женщины начали беречь мужчин. Жуткое. Самое страшное, что женщина может сделать, это беречь своего мужчину. У нас функция изначально такая, что нас, в принципе, природа для этого и поделила. И придумала, что мужчина с задачей его осваивать что-то новое и приносить что-то новое. То есть, в плане генетических каких-то изменений, каких-то болячек, в общем-то всего. Если что-то где-то надо попробовать, сначала пробует мужчина. А потом женщина. А мужчина, да? Смотрит, это полезно, не полезно. То есть, от этого можно погибнуть. Это вот следующим поколениям надо передавать, не надо. Ну, если надо, все, хорошо, значит, хорошо. Ну, а там он... От этой пробы потом уже скончался, не скончался. Тоже очень важный. Тоже такой. То есть, воспитанный в однополых семьях, потом они воспитали, они уже не знали, как воспитывать мальчиков. Но тогда еще была армия. Обязательно. Поэтому, в принципе, еще как-то их научили. Потом было еще одно поколение. Это уже ваши мужья, которые многие в армии не были. А если и были, то уже не в той. Уже в армии, где была либо дедовщина, либо полный профилизм. И уже не было такого воспитания мужественности. Уже не культивировалась мужественность. Уже было совершенно по-другому. Уже культивировалась дедовщина. Ну и новое поколение, которое уже после девяностого года в армию не пошло процентов 80. И чем дальше, тем больше. То есть, такой закалки, такого нет. Нету занятия к спорту. Ну и все еще женское воспитание. У нас, в принципе, женское воспитание было нормальным всегда на территории Украины. Потому что это... У нас вообще матриархат был силен. Женщины вообще, в принципе, были как минимум наравне всегда с мужчиной. Ну, как в анекдоте. Мне по барабану, в какую сторону смотрят тройки. Потому что у меня... Если руки в боке, то мне по барабану. Вот. Ну и эстроген тоже, в принципе, здесь. А если наоборот? Вот если у женщины повышенный тестостерон, о чем это говорит? Если у женщины повышенный тестостерон, то это будет мужчина с женскими половиной примерно. Которые как мужепродобные, да? Вот есть, которые делают. Они просто как мужчины, повышенная волосатость. Спортим много. Надя Сапчина. Возьмите тренировку. Да. Повышенная волосатость, повышенная агрессивность. Тестостерон, в первую очередь, дает агрессивность. Дает агрессию. Вот. Без агрессии мы, в принципе, мы бы не выжили. Вот. Но в то же время, все нужно знать меру. То есть повышенный тестостерон тоже особо хорошо. Ну и следующая чакра. Секретная. Да. Ну она не секретная, она хулиганная. Она вроде как и есть, но вроде как и видна. Как она там в полном называется? Володхара. Ну и еще одно в плане желез. Интересная такая штука, как копчиковое железо. Копчиковое железо. Да когда восьмерю законность вызывает. А? Я сама называю. Кокчака? Называет название. Копчиковая железа. Секретная чакра она называется. Ну пусть называются. Пусть называется секретная чакра. Заспеченная. Копчиковая железа. Ну ее мы можем записывать, можем не записывать, потому что она в принципе то есть она у человека как бы есть но она как бы или не интересная штука потому что интересно плане это как бы недоразвитый хвост она есть у птиц она активна у птиц но у людей она если она в активной форме человека она выглядит как небольшой хвостик нет на физике это хвост да не ударенный хлопчик на именно хвост вот такой небольшой кожаный мешочек из такой за хвосты раньше сжигали считалось что у ведьм и у колдунов хвосты есть людей нет а у ведьм и у колдунов есть и за хвосты и активно при этом это своего рода связь с землей но и за счет того что она рудоментарная когда она активируется это у человека включается еще длинные животные резервы установить очень ближе к природе но это так условно за уши пустя но тут еще есть интересная вещь такая еще такая интересная вещь как это все еще переводится садхистана это все имеет еще определенный перевод о чем мы никогда не забываем и в переводе в название в обозначениях кроется это как на это воздействие как с этим работать как с этим учета у нас гипофиза ну мы все поняли чтобы поняли гипофиза ну в принципе так и переводится коронная чакра корона ее мы трогать не будем мало мы еще чтобы к ней взлезть а вот далее начинаются подсказки эпифиз да но при этом третий глаз лобная чакра здесь название кроется и подсказка для того чтобы открыть вот здесь практике направлены на вот здесь те кто на внутреннем введении был то есть мы проходили и вот здесь мы с этой вещью работаем на внутреннем введении был то есть мы с вами и 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 Ахата, она же сердечный центр, она же неударенный звук, неударенный звук, хлопок одной ладони, хлопок неударенный, 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 неударенный. Не, все намного банальнее, индусы очень любят петь мантры, ну и нас же всех научили, вот эти все, ом-ом-ом, там, куда не приедешь, там, приезжаешь на славянское место силы, на купалу сидит 20 йогов и поет ом. Ну, смешали кота с капустой, но, тем не менее, как чакра, также и железа очень хорошо реагирует на вибрацию. У нас, когда мы поем, хорошо поем, правильно, у нас вибрирует все тело, в том числе и вибрирует данная кость, там, где спрятана вилочковая железа. Регулярная вибрация не дает, как сказать, замедляет процесс отмирания вилочковой железы, замедляет процесс ее старения. Замедляет процесс отмирения. Так как у вас же ом-то, вот тут и дается, должно быть, что-то разбивать этот ом. Он вообще отсюда идёт. Вообще идёт, вообще идёт. Должно, чтобы тут вибрировать. Можете и тут выбирать. Но лучше, чтобы она выбирала вот так. Кроме простукивания, кроме простукивания, здесь же не только ом. Мантраш есть разный. А чё мантры? На липках давали ли оба кар? Кар? Тот же самый, то же самое горловое пение. Мы каркали. Да. Ну и каркали, и пели, и что только не делали. Только чтобы звук шёл отсюда. Опять же, звук настоящего гипнотизёра идёт тоже. То есть, любой гортанный. Он идёт. Чтоб был резонанс. Поющая чаша? Неверно. Хочешь, можешь ставить и себе крутить. Я не понял. Чем вы, дитя, не внимая вас? Можно и чашами, можно и пловом, можно и бубном. Вопрос только о том, что даёт тебе это какую-то пользу или нет. Мне вот тоже часто говорят, что нужно вести курсы. Обязательно в вышиванке. Одеть очелье. Чё одеть? Чё одеть? Очелье. Вообще, это женский головной убор. Ну, теперь у нас родновера очень любят его одевать, мужики. Вообще, это был женский головной убор. Ну, такая, знаешь, повязочка такая на голове. В фейсбук, когда заходишь, и там вот много родноверов. И вот почерком, в полхву. И вот они все с очельем. Так вот, очелье это женский головной убор на Руси. Чё его мужики одевают, не знаю. Наверное, тоже. Опять же возвращаемся к чему-то мальчику. Да, да. К Кэлтону. К Кэлтону. К Кэлтону. К Кэлтону. К Кэлтону. К Кэлтон. К Кэлтону. К Кэлтон. К Кэлтон. К Кэлтон. возьмете под контроль страхи вам будет море по колено для того чтобы взять под контроль страхи здесь нету какой-то одной практике которая вам поможет есть целое воспитание постоянное дух при этом оно само собой разумеющееся ночью встроенная было в жизнь есть хождение по углям вы преодолеваете себя после того как вы второй раз пройдете то вам третий раз вы будете уже вы пройдете и станете постоите и вам уже будет это совершенно не страшно банально и неинтересно говорю по себе мне после пятого раза стало вообще не то есть проходил в этот раз видели что я я пошел без подготовки просто закатал штанины и пошел сюда то есть нет уже страха это уже приятно поэтому лично для себя я нашел другое на данный момент это купание в холодной воде для меня угли это барабан вот холодную воду откунуться для меня это страшно когда приедется это мы не знаем в киеве дадим адрес в гостях между собой хорошо видео возьмем с собой то есть правительство на практике направлены на преодоление себя преодолеете себя получите очень много с разными показателями то есть у нас возьмемся тех же самых индусов у них есть кастовая система у кого-то с детства развито одно и он становится брахман он видит он общается с богами с духами когда кого-то открыто другое с детства он ничего никогда никогда не боясь он идет напролом ему расскажешь про богов он скажет ну дядя ты с ума сошел возьмет дубины по голове даст и пойдет себе дальше у кого-то еще и он торговец либо еще дальше дальше есть очень странное сочетание ну да по умолчанию не раскручивает просто действие на той же семерке стройкой не просто ну поэтому я просто не хочу сейчас углубляться поэтому у тех же самых индусов каст не 4 и и и и не 5 намного больше там кастовая система огромная каждая каста имеет еще ряд подкаст и так далее так далее и так далее но у нас как всегда поэтому все эти сочетания точно также в касту попадаешь при рождении они по каким-то они человек может быть и талантливым а в низшей касте находится сейчас в касту попадают при рождении ранее в касту попадали по расчетам астрологов смотрели по расчетам астрологов кто пришел какая душа пришла в мир и и тогда уже определялась каста но это было давно это когда еще рийцы кочевали по степям потом когда докочевали до индия там было еще связано с тем что там же были коренные народы то есть есть брахманы есть частично какие-то из каст воинских они в основном белые а касты которые там были изначально для того чтобы они смешивались это все укоренивать то есть переход из касты касту ну там до сих пор с белым человеком сфотографироваться сфотографироваться из этого вот хотя бы я думаю что у каждого хотя бы раз жизни если вы есть соц сетях к вам добавлялись какие-нибудь индусы дети просто иметь друзья белую женщину более того у них такая мода они сфотографируют белую женщину издалека а потом ходят друзьям рассказать 3 это моя это моя любовь это моя женщина поэтому если там будете аккуратно насчет фотографии по 50 гривен за фотографию поиска купить а по социальным моментам здесь вот каждому сами социальные моменты были связаны с возможностями человека то есть ну понимаете как можно поставить труса управлять в войске изначально разделили а потом родился не труд например в третьем поколении если у него запас если вот это вот генетически то есть реакция на стресс генетически на ее можно искусственно поменять если у человека заложено при виде другого войска писаться в штаны то у его детей будет то же самое здесь у нас обитель жилье обитель жилье это тоже опять же домашние это о том о чем в принципе должны многие волноваться по правильным кроме того у нас здесь еще один мозг находится здесь у нас еще один мозг у у нас их всего 3 ну и это как корень либо основа 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 по многим вопросам она определяет наш пол рождения она определяет наше дальнейшее взаимодействие с миром как мы будем на что реагировать мы будем агрессивно либо мы будем так вот подход у куддистов а копчиковая на чем о нашем животном начале о нашем животном начале сейчас ничего потому что вы ее скорее всего и не откроете такой человек близок к природе только искренне но это внутренняя потребность он инстинктивно он инстинктивно выживет в лесу он инстинктивно выживет посреди степей но для жизни в городе он будет не приспособлен да то есть это такой хетти а с какого она начала атрофироваться я не знаю я тогда еще не жил а интуиция здесь или повыше не интуиция там повыше так возможно эти монахи пещерской лавры тоже да вот у нее была развита эта секретная чакра можно если они выкапывали все пещеры в них вот находились длительный период возможно я не знаю ну так по логике то есть своего рода отшелинга высказали да в том числе интуиция и здесь тоже но это разная интуиция разного рода интуиция здесь это инстинкт здесь это скорее предвидение то есть это как связь с низшим и с высшим я то есть здесь низшая здесь высшая то есть человек там где у которого это открыто у него действительно интуиция но у него отсутствует логика здесь логика может присутствовать вместе с интуицией а не пополам здесь конкретно вот инстинкт и все интуиция и инстинкт но можно сказать у индусов три чакры с невыговариваемыми названиями в буддистских традициях опять же буддизм он не однороден там но это очень около шестиста по моему сект там нету там разветвление как и везде как в любой религии немножко даже более разветвленное то есть там каждая секта она равна с равным другим сектам то есть там немножко все у них всего три одна вторая треть я просто их не буду писать название потому что они невыговариваемые и нам они особо не надо во вторых то есть буддисты это взяли у индуистов у них три чакры плюс одна секретная которая тоже якобы находится где-то в районе сердца но буддизм он младше индуизма поэтому много чего запозначил в индивиду в индивиду ну дальше я запозначил в индивиду а возле четыре витки да а? возле четыре витки что подошли манипулы извините у нас четыре а Ну давайте сделаем 5 минут, ладно, а то вы сейчас подсыпаете Да, да Да, да Субтитры сделал DimaTorzok